Не за слов ни о друге, ни даже о роге. Привет, Даша. Рассказываю сегодня о том, что я прочитала в сентябре месяце 2014. Так, ну, так как мы закончили с мамой совместно прочитанным Алексеевым, я хочу им и продолжить. Арвары. Родина богов. Это... Там две части, я об этом не знала, поэтому прочитала пока только первую. Но не уверена, буду ли читать вторую. Посмотрим. Я так для себя не решила, это художественная книга или документальная, скажем так. Итак, помните, я не знаю, как сейчас, школьная программа, но мы изучали в начальных классах мифологию греческую и Библию. Вот здесь что-то такое, только про славян, дохристианских, разумеется. И мне там очень понравилось, как Алексей из Увалирова напишет о такой линейке христианства. То есть там не произведено с этого слова. Но когда читаешь, ты понимаешь, о чём идёт речь. И соглашаешься со сказанным. Немножко не удались диалоги между героями книги. То есть видно, что Алексей пытается донести информацию как-то... Но выглядит это немножко как болвато. Всё-таки книга хорошая. Местами, правда, немножечко она такая тянется. Но в целом хорошая книга. Я повторюсь, если кто ещё не видел совместно прочитанное с мамой, что я не думаю, что Алексею стоит читать людям, которые... Примели точку зрения, которую внушили ещё со школьной скамьи, преподаватели, и не готовы её менять, не готовы принимать какую-то новую информацию к этому. Таким людям лучше не читать Алексеева. Они испытают только негативные эмоции, примут штыки, и... Так что проходим мимо. Если вы готовы выслушать другую точку зрения, то милости просим. Так, далее. Посоветовали мне прочитать рассказ «Безумная вдокия». Написал нормально автор. А Алексей? Кто это вообще? И позже внизу подпишу локарму. Может, Алексеев? Ладно. Это рассказ написан явно в годы, когда был ещё Советский Союз, в очень том духе. Такие прям громкие мысли. Преподносится читателю. И сначала, когда начинаю... Эта история Школа Рюминса, и сначала, когда начинаю считать, кажется, что эта история о том, как социум не готов к гениальным, талантливым людям, как они их гнобят, как они их пытаются подавить, как они пытаются сделать такой же серой массой, как обычными людьми, людьми невыдающимися. И ты сидишь, а иссуждает, лишь ойшу, ойшу, этот социум, ойшу эта общественность, ойшу это общество, ойшу эти люди, люди такие люди. А потом, вновей собственности всё это переворачивается с ног на голову. И ты понимаешь, то повествование это идёт совсем о другом. И тебя это так поражает, что ты сидишь и долго-долго потом это перевариваешь. И то, что вскрывается потом, оно гораздо значимее, чем то, что казалось сначала. Как-то это она объяснила. Училась здесь снимать видео, кстати, извините, что давно не было. По техническим причинам мой компьютер меня не любит. Также я прочитала «Фэнни Флэк. Жальные помидоры в кафе полустанок». Я с вами вспомнила, что Фэнни Флэк такая деревенская писательница в хорошем смысле слова. Потому что я вторую книгу у неё уже читаю. И она тоже там небольшой городок. Ты вроде сначала знакомишься с историей каждого человека. Причём начиная с предыдущих, заканчивая старостью. И ты не понимаешь, к чему это автор ведёт. Но потом все мазаки, пазлы, кусочки пазлов принимают. Каждое своё место. И ты видишь картину. И эта картина прекрасна. Очень такая пронизывающая книга. Особенно вот, если дочитать до конца. Вообще сидишь ошарашенно. Пялишься в точку, думаешь, ого. Вот. Тоже я прочитала Шантарам. Робертс у нас автор. Грегори Дэвид Робертс. Я её читала буквально совсем недавно, в марте. Впечатления мои очень-очень свежие. Я всё прекрасно помню. Поэтому я не была такой просто поражена самой сердцем, как при первом прочитывании. Всё слишком свежо. Конечно, я также удивлялась мудростью очень многих рассказываний. Эмоциональной составляющей. Но это не было ослепляющим светом, который пронизывает душу. Именно за счёт того, повторюсь ещё раз, что всё это слишком свежо во мне. Я всё ещё слишком это помню. И начиная с этой книги, я начала быть варваром и писать в книге. Я не только подчёркивала, разумеется, кардашом понравившиеся мне фразы. Я также дополняла их, если они мне нравились. Если не нравилось, я писала, почему я не согласна с этим. Дошло до того, что даже я стала писать какие-то собственные мысли в связи с написанным. Если я не вспоминалась, приходила в голову, ассоциация, какая-то другая книга, я и об этом писала. Я завела дневник чтения. То есть на заднем фразе написано. Когда ли чтение? Под номером 1, то есть первое перечитывание. Начала читать 30 августа 2014 года и закончила читать 12 сентября того же года. И пометка, что читала второй раз. И не знала, продолжится ли это, или всё ограничится только Шантарамом. Это дело продолжилось. И мне безумно понравилось писать в книгах. Что хотите, обо мне думайте. Но это так. И последняя книга, которую я читала буквально вчера, это «Стокит. Прислуга». Я полагаю, все они инослышанные. Если не слышали книги, то видели экранизацию. Я очень долго не решалась прочитать эту книгу, потому что мне безумно нравилась экранизация. Я боялась испортить впечатление, но забегая вперёд, готова сказать, что и книга, и экранизация почти равнозначны. Но книга, конечно же, лучше. Если кто не слышал и не смотрел, повествую. Место действия. США, штат Миссисипи. Год 60-й, 20-го века. Главная проблема, главная тема – расизм. Отношение белых леди к своей прислуге, которая принадлежит другой расе. Жила-бладная девочка, которую вырастила очень хорошая прислуга, Константайн. И до того хорошая, что девочка относилась к прислуге иной расе почти как к равной. Почти как к равной. И даже осмелилась написать в этом книгу о страхе прислуги, раскрыть свои секреты, пусть даже под анонимными именами. Вот это всё поднимается, то, что с ними происходили, какие ужасы. Вот сейчас думаешь о том, что делали людьми с другими людьми, потому что они не были похожи. Сидишь и просто диву-даёшься. И просто вспоминается латинская поговорка «Темпера море» «Времена нравы». Потрясающая книга. Всем рекомендую. Даша одобряет. Так что всё. Всем добра, всем счастья и до скорых книг. Пока.